Дорогие братья и сестры, мир вам! Итак, мы продолжаем рассуждать, мыслить и исследовать духовные истины, изложенные в послании к филиппийцам. Начинаем читать 2 глава с 1 стиха. 2 глава послания к филиппийцам с 1 стиха. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрю почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, но и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, примирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. В прошлый раз мы говорили о забытом, но тем не менее, не совсем может быть забытом, конечно, искусстве душепопечения, когда апостол Павел, сидя в Риме, в тюрьме, наставляет своих учеников, говоря о том, и я повторюсь о том, о чем я проповедовал в прошлый раз, что для него жизнь Христос и смерть приобретение, и ему, наверное, было бы с точки зрения этой истины легче уйти ко Христу, но с другой стороны, он говорит, для вас лучше, если я останусь, и он действительно дает им надежду, что он останется, но с другой стороны, говорит, как им жить. Вы знаете, у стариков иногда бывает такая вещь, которую молодые не понимают. Старики иногда по несколько раз об одном и том же говорят. И возникает вопрос, что у апостола Павла, похоже, такая же проблема, то есть он во втором разу заходит на ту же самую тему, но с другой стороны, апостол Павел заходит к этой же самой теме, но только глубже, как мы говорили в прошлый раз, что Павел начинает с того, что говорит о том, какие духовные истины должны быть истинами каждого христианина. Очень часто у христиан, почему-то, независимо от возраста, возникает очень интересная ситуация, когда речь идет об изменениях. В Писании написано очень интересное место, когда будет восхищение на облаках. Мы все изменимся, и мы ожидаем этого момента. Вот проблема возникает такая, а на земле мы должны меняться или нет? Внутренно, каким-то образом менять наши внутренние качества. И об этом мы иногда забываем и говорим, Господи, ну, это трудно сделать на самом деле, наши качества менять. И тем не менее, апостол Павел вновь и вновь в послании к филиппийцам об этом именно и говорит, меняйте внутренние качества. И на самом деле он говорит о чем? Он говорит о том, что мы так хорошо знаем. Он говорит о том, что мы ожидаем, что каждый христианин пережил по идее своей жизни. А что он пережил? Мы много чего переживаем. Если посмотрим на апостола Павла, апостол Павел любил повторять. Вот эти вещи не все замечают в Библии. Он любил повторять темы. Одна из тем, которые он повторяет, например, Духом Святым, вот Лука, об этом пишет в книге «Деяния апостолов». Трижды он говорит о чем? Об обращении апостола Павла. У меня, вот когда несколько повторений есть, всегда возникает вопрос, на что обращать внимание. Вот Христос говорит, например, «Истинно, истинно говорю вам». Значит, это очень важно. Если Павел, например, три раза рассказывает свое обращение в «Деяниях апостолов», что это значит? Ну, значит, наверное, что этот опыт, это переживание, это начальное переживание очень важно. Но давайте посмотрим более подробно, о чем говорит Павел именно на основании своего послания к филиппийцам, вторая глава. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, другими словами, он как бы ставит галочки напротив каждого, чего каждого, напротив каждой ценности, которая, по идее, должна быть в христианине. Если для вас это что-то значит. Вы знаете, от одного человека, когда-то я слышал, когда он был в Сибири, а в Сибири вот холодно бывает, хотя не всегда, да, и вот он рассказывал, что он попал в холодный климат и двигался вот от дома до работы, как говорится, мелкими перебежками от одного магазина к другому, чтобы согреться. С другой стороны, вот сегодня, например, жаркий день, да, и я смотрю, что я двигаюсь, вот в машине нет кондиционера, тоже от одного места к кондиционеру, к другому, да, то есть какие-то качества, которые меня утешают, которые меня, вот, ну, дают какие-то жизненные силы, и вопрос на сегодня каждому из нас. Какие качества, какие жизненные силы должны быть христианине, чтобы дать возможность нам двигаться дальше? Иногда мы говорим, нам нужно делать что-то, иногда мы говорим, нам нужно как-то поменять свое отношение, но Павел говорит, первое, с чего нужно начинать, первое, с чего меняет, или в каком отношении меняет наше обращение, нас самих, любимых, да, иногда мы добавляем, это внутренние качества. На сегодняшний день теория изменения человека, даже светская, говорит о том, что если не меняются внутренние качества человека, то он не меняется. Да, мы меняемся разными там параметрами, да, время идет, становимся кто шире, кто уже, кто по-всякому, мы становимся более профессиональными в зависимости от образования, мы становимся более глубокими, мелкими, как угодно, но с точки зрения Бога, для того, чтобы измениться кардинально, для того, чтобы приносить плод, для того, чтобы не зарывать талант, нужно измениться внутренно. Какие качества для нас имеют смысл, лично для нас, для каждого из вас? И в этом смысле мы говорим, первое, утешение во Христе. Сегодня утром мы с одним братом договорились пойти поговорить о серьезных вещах и решили сделать это необычным способом, а может быть обычным, взяли удочки, пошли на берег моря. И я понял, что мы утешались там таким способом только вдвоем, все остальные лежали на пляже. Вот мы закидывали там, ну, такое вот утешение, да? Что, это просто пример, что утешает каждого из вас? Я слышал, как семейные люди, например, говорят, да, дети, это великолепно, хочется хоть одну ночь поспать нормально. Хорошее утешение. Некоторые люди говорят, я постоянно недоедаю, хочется, не слышал, чтобы некоторые говорили, переедая, но это уже другой вопрос. Где, в чем, с кем мы находим утешение? Это серьезное качество. И вопрос следующий. Апостол Павел говорит, если хоть что-то это истинно для нас значит, в плане проверки самого себя, когда мы остаемся, мы иногда говорим, наедине с самим собой. Хорошо. А наедине с Иисусом Христом? Это интересный вопрос, потому что наша жизнь постоянно нас двигает так, если вы обращали внимание, обратите внимание когда-нибудь, вот, на большие города, когда вы бываете в больших городах, в некоторых больших городах, там, где удобно жить, знаете, чем удобно жить? Там практически всегда и везде есть места, где можно остановиться и посидеть. А большие города, где неудобно жить, там практически всегда. Где вы идете, там нет скамеек, негде отдохнуть. И вот вопрос для христианина. Где вы отдыхаете? Некоторые люди говорят, я отдыхаю после работы, когда никто меня не видит. Отдыхаю с Богом. Некоторые люди говорят, я встаю до того, как встают все обычные люди, чтобы провести час с Богом. Некоторые говорят, ну, это называется простым словом недосыпание, а некоторые люди говорят, может быть и так, но это отдых. Отдых с Богом. Утешение. Если есть какая? Отрада любви. Отрада свежий воздух. Да, вот кондиционер, отрада, отрада любви. Дорогие братья и сестры, когда мы говорим о любви, это повергает нас в уныние? Опять о любви, да? Опять о любви. Или это отрада, как свежий воздух? Это то, что дает Бог. И об этом говорит Павел. Проверьте свои внутренние качества. Есть какое общение Духа. Очень легко сказать, вы сегодня общались со Христом. Вы сегодня говорили о любви. Вопрос третий. Было ли у вас сегодня общение Духа? Хороший вопрос. Мы говорим, ага. Это вопрос к пятидесятникам. Вопрос закрыт. Это вопрос к харизматам. Вопрос закрыт. Павел пишет об этом черным по белому. Если есть ценность общения с Богом в Духе. Это интересное качество. Если есть какое милосердие и сострадательность, мы об этом много говорим, да? То дополните мою радость. Имейте одни мысли. Имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Давайте немножко вот вспять повернем эти слова. Почему иногда мы не единодушны и не единомысленны? Возникает вопрос, который относится к первому стиху, потому что этих качеств очень часто не хватает. Их, может быть, иногда просто нет. И далее. И далее идет еще одна проверка определенных свойств, которые Павел начинает с негатива. Ничего не делайте по любопрению, то есть тогда, когда мы любим отстаивать свою точку зрения. Нет, мы правы. Может быть. Или по тщеславию, когда да, я хочу все-таки прославить не кого-то, но себя, но по смиренно-мудрю почитайте один другого выше себя. И здесь идет повторение, которое вот мы видим в той парадигме или в той последовательности, которая наблюдается в предыдущей главе, когда Павел говорит, но мне лучше остаться с вами. Почему? Потому что мое отношение к вам – это любовь. Я хочу, чтобы мое присутствие послужило вашей славе. И в этом смысле он здесь говорит то же самое, только немножко иным языком. Какое отношение у нас есть? И опять же вопрос иногда следующий. Вы обращайте внимание, что в Писании очень часто важна последовательность каких-то событий. Иногда, как люди, мы хотим забежать вперед, мы хотим прийти сразу на финиш и оказаться там, где там, срезав много углов. Там, где мы думаем оказаться, но тем не менее, не пройдя какие-то предыдущие этапы, другими словами, формирование определенных ценностей. Итак, не о себе только каждый заботится, но и о других. И это второе, о чем говорит Павел – отношение к другим. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. И в этом смысле мы смотрим на это очень интересным образом. Практически это главный пункт вот этого отрезка. Главный пункт в каком смысле? Что во всем нашем духовном росте, во всем том, что мы делаем, во всем том, что мы думаем, во всем том, что мы говорим, практически есть только одна направленность – на все смотреть, обо всем думать, обо всем судить. и все делать точно так же, как делает Иисус Христос. Можно ли достичь этой цели, не имея каких-то внутренних ценностей? Внешне, может быть, да, но с другой стороны, это сложно. И Иисус, когда был на земле, Он многих людей обличал, как лицемеры, Он говорил. Почему? Потому что они хотели достичь каких-то ценностей без внутреннего изменения. И здесь вновь и вновь Павел говорит, обращайте внимание на что? На ваше обращение. Как оно изменило вас? Что изменилось? Какие ценности изменились? И с другой стороны, Павел здесь говорит, вот такие ценности должны быть. А какие ценности? Почитайте один другого выше себя. Конечно, люди некоторые говорят, да, что если все мы так будем относиться друг к другу, то никакого единства не будет. Кто-то должен руководить, кто-то должен командовать, кто-то должен распределять, кто-то должен что-то делать. Да, и как это возможно, чтобы каждый из нас почитал другого выше себя? Ответ на самом деле простой. Ответ кроется, если хотите, в логистике текста. Первое. Приобретите ценности, внутренние ценности, о которых говорит Павел, и потом будет проще относиться правильным образом к другим людям. С другой стороны, далее Павел продолжает и продолжает говорить о Христе. Он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. И так далее. О чем здесь говорится? Некоторые богословы говорят, что да, это одна из самых серьезных с точки зрения богословия истин, открытое нам Писание. С точки зрения Евангелия, это и есть благая весть. И вот в этом смысле мы говорим, какая последовательность ту, которую излагает Павел? Приобретите правильные ценности. Второе. Начните относиться к людям так, как нужно относиться с точки зрения Христа. И третье. Что будет результатом? Результатом, Павел говорит, что результатом будет то, что мы тогда начнем правильно понимать, правильно излагать, правильно передавать благую весть. Мне недавно пришлось работать в одной христианской команде с неверующими людьми, которые приходят на прием к врачу. И врач, прежде чем перейти к медицинским вопросам, задавал каждому входящему очень интересный вопрос. А входили как верующие, так и неверующие. Что для тебя сделал Христос? Вы знаете, ответили на этот вопрос правильно, может быть, с точки зрения Библии, с точки зрения Писания, только некоторые маленькие дети, которые посещают воскресную школу. Я сидел, наблюдал, и для меня это был шок. Взрослые люди, которые в церковь проходили больше половины своей жизни, когда им задавали вопрос, что для тебя сделал Христос, они начинали мяться и не знали, что сказать. Ну, Христос дал мне мужа, дал жену, дал работу, много чего дал, как будто Христос это некий такой вот фокусник, который дает вот то, что нам нужно. На самом деле, ответ на вопрос кроется здесь. Он оставил славу небес. Для кого? Лично для меня. И для тебя. Он сошел на землю и стал похожим на нас. Конечно, когда мы говорим об этом, иногда приходят в голову какие-то философские мысли такие. Сам Бог стал как человек. Но так и есть. Бог, который воплотился в человека. Что сделал для тебя Христос? Мы в следующее воскресенье будем рассуждать, принимая хлеб и вино, рассуждать о смерти. Что сделал для каждого из нас Христос? И с другой стороны, если мы не имеем вот той последовательности, которую излагает здесь Павел, тех правильных ценностей, того правильного отношения к людям, мы рискуем остаться навсегда над мирными людьми, которые не изменились вообще. Почему? Потому что мы будем внутри себя судить иначе, чем судят дети Божии. если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, для каждого из нас, если есть какое общение духа, для каждого из нас, как сегодня иногда говорят, прямо здесь и прямо сейчас, если есть какое милосердие и сострадательность. И вот, рассуждая об этом, Павел призывает, пройдите этот этап, просмотрите еще раз свое обращение, какое оно было. И Павел не стыдился того, чтобы несколько раз это обращение описывать людям. Посмотрите, что изменило и кто изменил меня. Давайте мы следовать стопами Павла, рассуждать о своем обращении и, с другой стороны, смотреть, что пример-то нам. Это не только пример Павла, но это пример самого Иисуса Христа, который однажды решил сказать, вот я, я пойду и сделаю то, что ты, Отец, просишь, чтобы я сделал. Оставил славу небес. Стал послушным даже до смерти и смерти крестной. Для чего? Чтобы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена, и в том числе наше, в том числе мое. Всякий язык исповедовал, и в том числе мой язык, тот, на котором я говорю, что Господь Иисус, Христос, во славу Бога Отца. Аминь. Будем молиться. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни, в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова